Я рассказывать вам сегодня буду о достаточно узкой и специфичной теме. Я не знаю, насколько глубоко вы в нее погружены, а постараюсь некоторые вещи достаточно подробно объяснять. В целом, я сегодня буду рассказывать о своем опыте разработки опенсорсного модуля для опенсорсного решения, о ML-модуле, в первую очередь, модуле машинного обучения для Apache Igniter. Я догадываюсь, что кто-то из вас обязательно использовал Apache Igniter. В Москве всегда есть люди, которые его используют. Если есть такие люди, ну хотя бы запускали экземплы. Поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. А кто-нибудь из вас был летом на джаге вместе же со мной в Москве? Ну, не было. Хорошо, значит, для вас вся информация будет новая. Вы были, да? Хорошо. Сегодня я тогда немножечко представлюсь. Меня зовут Зиновь Алексей. Я работаю Java Big Data тренером в компании IPAM. Здесь вот есть всякие ресурсы, на которых меня можно найти. Сейчас вам непонятно, зачем на них подписываться. Вот к концу доклада станет понятней. Этот слайд будет еще в конце. Собственно, я занимаюсь Apache Igniter уже около полутора лет. Ну, активно поделываю какие-то вещи, наверное, последние полгода, когда вошел в силу, так сказать, ML-разработка и так далее. И мне уже поведали здесь в кулуарах всякие грустные истории про то, как тяжело было с Igniter полторы года назад. Сразу говорю, я не евангелист подхода, что Igniter нужно заколачивать любой гвоздь в доме. Я вообще не пользуюсь Igniter в продакшене. Я его делаю. Чукча писатель, чукча не читатель. И, собственно, одна из причин, почему я начал участвовать в разработке модуля машинного обучения, это была определенная боль по использованию того же самого машинного обучения на Spark'е и каких-то попыток прикрутить это самое распределенное машинное обучение или на TensorFlow, или на Spark'е к ластеру Igniter. Стали понятны некоторые недостатки. И, собственно, с этого все началось. Я догадываюсь, что некоторые из вас вообще не знают, что за штука такая Igniter. В целом, если его пропустили последние пять лет, неудобно держать сразу. Хочется говорить еще в кликер. Igniter на данный момент это база данных. Вот кто-то из вас начинал с Igniter как с неким кэшом, который соответствует API и Jcash. И кто-то его до сих пор использует в продакшене как какой-нибудь memcache. На самом деле вот сейчас Igniter, а про это не говорится, но на девелопер-листе буквально вчера я участвовал в дискуссии, а может быть мы переименуем все кэши в таблицы, и люди к этому уже готовы. Надо воспринимать, что в ближайший год это будет полноценный SQL. И, собственно, релиз, который сейчас готовится, вот релиз 2.7, который уже лежит, он во многом о том, чтобы был хороший SQL. Хотя непосредственно машинное обучение начинало разрабатываться в тот период, когда этого SQL не было. Оно использует некоторые внутренние ништячки, собственно, кэшей и так далее, многопоточности. Но в целом, я думаю, на SQL это тоже все переедет в течение какого-то периода. Я буду по большей части говорить о том релизе, который вот уже тестируется, вот уже фиксятся последние баги, ну просто потому, что я сдал все свои поделки еще месяц назад и больше ничего не менял. Это релиз 2.7. Сейчас официальный последний высший релиз это 2.6. Я буду говорить о том, что появилось нового. Во-первых, несколько классных вещей, которые относятся к SQL. Они, правда, пока вот в бете. То есть нельзя сказать, что ACID транзакции у нас не поменяются. Они могут поменяться, но, блин, они уже есть. Это куча людей, которые пытались сделать транзакции поверх Ignite'а сами. Они могут возрадоваться в этот момент. Также обещается полная поддержка MVCC. Если вы думаете, что это как-то связано с питчем новых проектов, то вы не туда пришли, не на тот доклад. И поддержка Spring Data 2.0. Кроме того, появляются тонкие клиенты для разных языков. Если вы вот такой вот весь прошаренный .NET'чик или любите писать на C++, собственно, у вас появляется возможность использовать кору, про SQL, я не уверен, через тот язык программирования, который вам нужен импортировать соответствующие артефакты. Также добавлю, точнее, скажем так, Java, .NET, C++ уже были. Сейчас появятся Python, PHP. Вот если кому-то вдруг нужно подключиться к кластеру Ignite из PHP, пожалуйста. И Node.js. Общепризнанные средства серверной разработки. Кроме того, немножечко меняется устаревший на данный момент подход к построению топологии Ignite Кластера. То есть сейчас, как у всех серьезных людей, все это будет раскатываться через ZooKeeper. Можно будет строить звездочку, колечко и многие-многие интересные вещи. В общем, если вы такими вещами занимались с Ignite в прошлом году, и у вас что-то не получалось, может быть, этот новый релиз вам как-то поможет. Но я в целом не буду рассказывать об этой чудесной Wonderful Waffle под названием MVCC и прочие вещи. Об этом вам расскажут какие-нибудь другие люди на Ignite митапах. Я про это говорить не буду. Я буду говорить о том, чем лично занимался я с Ignite последний год. Все началось с того, что я обнаружил, что некий человек запилил довольно прикольную интеграцию со Spark, непосредственно у Ignite. Причем в первом виде и до сих пор в документации в основном лежит информация о том, как RDD-шки Spark подключать к Ignite. Пописать, почитать и так далее. То есть в целом Ignite когда-то предполагалось использовать как суперускорялку для Spark. Эдакий Spark, который целиком in memory. Но через время стало понятно, что этого недостаточно. Уже много проектов переехало на DataFrame, на Spark SQL и так далее. И вот, собственно, Николай Ижиков проделал большую работу и допилил интеграцию через DataFrame. А пока он делал все это, я тогда думал, что вот было бы здорово, если появился бы какой-то фреймворк распределенного машинного обучения, который можно было бы использовать в Spark. И он был бы более эффективным с точки зрения распределенного программирования, чем существующее решение Spark ML. Я это решение ковыряю и использую уже достаточно давно. И, в принципе, знаю много его недостатков. Кому интересно, давайте поговорим. Собственно, я вдохновился вот этой вот историей со Spark интеграцией, но не ринулся именно в нее, а присоединился к банде добровольцев, которые делали на тот момент линейную алгебру поверх Ignite. Идеи были во многом заимствованы за патч Machout и за патч Spark на тот момент. То есть давайте сделаем некий набор классных примитивов, которые как-то супероптимально выполняются поверх Ignite, а поверх запилим старый добрый ML без каких-то думок на эту тему. Это была классная идея. Я тоже запилил пару алгоритмов. Но мы начали тестировать перформансы. Оказалось, что Sparse-матрица поверх Ignite ничем не лучше Sparse-матрицы, которая есть в Spark. Или Sparse-матрица, которая там была, Sparse-distribute-матрица, которая была где-нибудь в Machout. То есть все это, в общем-то, овощной бред и подходит только для линейной регрессии. Как только вы сваливаетесь в более интересные алгоритмы, типа SVM, типа каких-нибудь нейронных сетей, сразу все становится достаточно скудно. Кроме того, я обнаружил, опять же, за этот период, что Ignite это, опять же, не только полезный кэш, но еще и куча интеграций со стримами. И тут же родилась идея о том, чтобы восполнить серьезный пробел в онлайн машинлёрнговом обучении. Это вот тот момент, когда вы научились на каких-то старых образцах, и вам потихоньку начинают втекать какие-то штуки. И в целом я думал покоммитить что-нибудь в Offlink, в котором есть некий урезанный email по поводу того, что мы можем учить и учиться онлайн. Но там, как оказалось, буквально полтора коллеги, которые давно уже ничего не делают, то есть нет никаких новых выпусков, непонятно, кто это будет ревьюить. И, собственно, где-то вот тут отпеклял мой выбор в open source по интеграции. И тут я вижу, опять же, что в Ignite появляется много стримовых коннекторов, которые позволяют, собственно, в эту замечательную in-memory database лить данные из всяких кафок, GMS-ов, штормов, флюмов и так далее. И, по сути, можно строить какой-то процессинг, можно строить какое-то машинное итеративное обучение непосредственно поверх данных в Ignite. Давайте туда уже переходить. Это буквально пара слайдов, которые относились к каким-то новым классным возможностям Ignite. Давайте мы их немножко пропустим, это не так интересно. Далее. На самом деле существует некоторое количество фреймворков машинного обучения, которые достаточно популярны. Это, скажем так, однопоточно-последовательные фреймворки а-ля Scikit-learn, в котором действительно очень много алгоритмов. И такие вещи, в которых алгоритмов крайне мало. Это типа PyTorch и Keras, которые, в общем-то, поддерживают по большому счету постройку нескольких типов архитектур нейронных сетей. Отнюдь не все, которые существуют не на данный момент, и они всегда будут отставать. Есть замечательный TensorFlow, проект «Сотни тысяч звезд», про который я отдельно тоже расскажу, про нашу историю с ним. Есть загнувшийся Apache Mahout. И из того, что на Java мы видим, мы, в принципе, видим только DelphoJ, который как-то интегрируется со Spark'ом и тоже довольно сильно наклонен, исходя из названия Deep Learning for Java, в сторону непосредственно машинного обучения, глубокого машинного обучения. Но там нет классики, там нет большого объема алгоритмов, посвященных именно припроцессингу, ETL'ю и прочих-прочих интересных штуков. И есть SparkML Lib, на котором я долгое время строил нравящиеся мне архитектурки, рекомендовал всем использовать в продакшене и даже писал некоторые патчи ко всей этой истории. Есть еще не названная здесь водичка, но с ней тоже есть отдельная история в плане интеграции. То есть, с ней есть столько мучений в плане интеграции, что иногда лучше не использовать. Как интересно скачет звук. Итак, сначала я пытался последовательно каждую из этих библиотек попробовать вместе с Ignite'овским кластером. Замерял некоторый оверхед, накладные расходы на то, как это все будет коммуцироваться. Ну, каюсь, я, наверное, сайкетлер не пытался соединить, потому что нужно полностью выгружать данные и так далее. И продолжал думать над тем, возможно ли написать полноценную тренировку поверх данных, лежащих в Ignite'е. Может быть, минуя вот эти вот странные примитивы линейной алгебры, которые на тот момент уже существовали в Ignite'е. Этот вопрос дискутировался достаточно долго на ДЕФ-листе, около года назад. В конце концов, так сказать, группой британских ученых со мной вместе, ну, я не то, что там направлял, а руководил, просто вот некая группа энтузиастов, которая все это обсуждала, и мы решили сделать несколько иную модель. Соответственно, действительно, у тех преймворков есть определенные проблемы с тем, чтобы тренироваться на Ignite'ских данных. Нет напрямую каких-то коннекторов, каких-то дырок, и самое главное, нам все время нужно перекладывать данные из одной системы, где они хранятся, например, в Ignite'е, в другую систему, где они тренируются, где-то посередине или в одной части, или в другой части, припроцессить это либо ручками, либо, опять же, в другой системе, куда мы выгрузили очень много данных. Потом возвращать модель обратно, как-то ее вставлять в наш какой-то Ignite или рядом с ними в Java-код в каком-то экспортированном формате. А если нам нужно что-то дотренировать и тренировать это в режиме онлайн, то надо все это туда-сюда гонять и, в общем-то, вставлять новые отдельные компоненты. Это все очень грустная история. По поводу Ignite ML. Был вопрос, а на кого нужно ориентироваться в разработке непосредственно алгоритмов? Какие алгоритмы выбирать, чтобы имплементировать первыми? И, конечно же, сразу была поставлена биктозная цель. Давайте напишем сайхитлер на Java. Это же очень классно. На самом деле, штука несложная. Ее могут проживать несколько девелоперов, которые понимают машин-лернинги за год. Весь вопрос в том, что писать код на Java, много сложнее, чем ляпать код на питоне, в котором просто какой-нибудь один конструктор с миллионом параметров. И чтобы это еще выглядело красиво. На питоне, на мой взгляд, любой код выглядит некрасиво. Там никто не думает о красоте, но внутри все работает. Поэтому люди используют. Сайхитерн – это действительно огромная помойка алгоритмов с разными интерфейсами. Разные люди это писали. Вы можете использовать с одного конца алгоритмы, они интегрируются с панда, с другого конца они не интегрируются. Где-то есть какие-то дырки, в которые можно засунуть хинты по перформансу, а где-то их нет. Ну, то есть, блин, что такое вообще? Но в плане какой-то базы, некоторого списка того, чем пользуются люди, Сайхитерн – хорош. От него отталкиваются многие ученые. Конечно, нужно было пройти промежуточные этапы. Для начала надо было сравняться со скудным флинг, в котором было несколько алгоритмов, какая-то кластеризация, какой-то мультилейерный перцептрон и так далее. Потом обойти по кривой Spark и прыгнуть с Сайхитлёра. Вот на данный момент в релизе 2.7 у Ignite существует полный паритет. Помните, как у СССР США был паритет по ядерной боеголовке? У одних этого класса чуть побольше, у других этого, но в целом все умрут. И вот здесь примерно то же самое. Со Spark есть какие-то алгоритмы, которых нет в Spark. Есть какие-то алгоритмы в Spark, но небольшое количество которых нет в Ignite. Но в целом по каким-то большим водоразделам вы всегда можете найти и решить сходного типа задачи и построить какой-то pipeline. Конечно, безусловно, на данный момент, так как Ignite использует намного меньше людей, чем Spark ML, там наверняка есть некое количество багов. Ну, собственно, есть и ожидания от пользователей, которые помогут эти баги найти. Как я уже сказал, ML-модуль буквально в предыдущих релизах, то есть если вы еще пойдете и будете качать релиз 2.6, или 2.5, или 2.4, вы можете удивиться. Там будет еще какая-то распределенная алгебра, которая была буквально недавно выпилена, и будет некоторый набор алгоритмов, которые катаются поверх матрицы векторов. Сейчас же появились какие-то сложные partition-based дата-сеты. Очень сложное название, у них очень сложные страшные сигнатуры, потому что все это было написано не на скале, а было написано на Java. А на Java те же самые задачи решать порой сложно, особенно если кто-нибудь из вас увлекается магией дженериков, лямб и так далее. По поводу основного примитива, который здесь имеется. Казалось бы, я только что сказал, что мы дропнули распределенную алгебру и выбрали себе нового короля. Новый какой-то partition-based дата-сет. Собственно, если вы работали с RDD, есть некая аналогия. Тоже некоторые партиции, которые обсчитываются отдельно. Тоже некоторые идеи о том, чтобы на основе некоторых операций над этими партициями строить более высокоуровневый алгоритм. У нас есть такой же набор функционалов а-ля map и reduce операций, которые отдельно выполняются на партициях, потом общий результат съезжается в некий аналог контекста, потом это все снова раскладывается, если необходимо, на каждой итерации. Единственное, что это все происходит в памяти, что-то проталкивается через сеть, поэтому хотя бы мы избежали диска по сравнению с тем же махаутом и так далее. Но если сравниваться с тем же Spark, казалось бы, в чем отличие? А отличие в том, что у нас может быть совершенно какая угодно структура данных в каждом специфическом алгоритме. То есть общая идея каркаса вот этого partition-based дата-сета есть, есть некие операции на нем, но вы можете имплементировать для какого-то алгоритма кастомную реализацию данных, структуры данных, которая лежит в какой-то конкретной партиции. Она может быть, ну, очень кастомной. То есть для какой-нибудь линейной регрессии это может быть какой-то массив, в котором интерцепт прибавлен к весам. А где-то это может быть какая-то сложная иерархическая структура, например, в каких-нибудь решающих деревьях и так далее. Это позволяет несколько эффективнее раскладывать хранить данные и экономить достаточно сильно на некоторых операциях по складке таких сложных иерархических структур и прочее, прочее, прочее. Кроме того, кроме вот этих вот партиций, которые что-то там как-то живут на отдельных нодах, у нас есть и общий partition-контекст. Оказалось, что в некоторых, но, опять же, не во всех алгоритмах, очень полезно иметь вот маленький кусочек, который везде шарится, некий контекст, который живет всегда, а в очень сложных алгоритмах, опять же, около линейной алгебры, при имплементации оказалось, что вот есть такие данные. Но в многих алгоритмах этот контекст пустой. То есть все данные туда-сюда тусуются по нодам. Есть такие алгоритмы. Тем не менее, если вы вдруг придете на диплист, захотите какой-то алгоритм сделать, вам полезно знать о том, что там внутри. Конечно, если вы просто разработчик, вы, в принципе, не должны задумываться о том, который использует ML, вы не должны задумываться о всех этих партициях, контекстах и прочем-прочем. И, конечно же, никак нельзя было обойтись, чего не было в дистрибутивной алгебре, чем в целом славен Ignite. Мы постарались как можно больше внимания уделить восстановлению живучести, пересчету каких-то вещей при падении какой-то ноды и так далее. То есть, в целом, весь Ignite достаточно хорош с этим, но нам хотелось, чтобы наша математика, написанная поверх этого, тоже не запускалась с самого начала и не прочитывалась вся из кэша тоже с самого начала. Вот этого сейчас нет, в отличие от первого варианта с дистрибутивной алгеброй. Кроме того, я коротко расскажу о том, какие есть алгоритмы. Это достаточно полезно, потому что вы уйдете, через какое-то время захотите это использовать. Вы такие, а что там было? Это можно вообще использовать? Поэтому слушайте. Смотрите, есть стандартный набор алгоритмов, которые есть, в принципе, в любой библиотеке машинного обучения. Это алгоритмы, которые позволяют решать задачи классификации. То есть, когда у вас есть какое-то небольшое тренировочное множество, еще сравнительно маленькое тестовое множество, у этих стоят метки, у этих метки скрыты, вы пытаетесь натренировать себе классификаторы. Часть из них являются линейными, часть нелинейными, но такие стандартные вещи, как логистическая регрессия, опорные вектора, стандартный перцептрончик, многослойный, который там есть. И вот, например, такой недавно алгоритм добавил, достаточно забавный, это ANN. То есть, наверное, многие из вас знают о ANN. Я коротко расскажу, если вдруг кто-то не знаком. Это когда ты приходишь куда-то и пытаешься определиться с тем, кто ты. Вот если я вот сейчас туда подойду, то большинство из вас слушатели. Я беру пять ближайших соседей, я тогда тоже слушатель. Но если я отойду вот туда, там сидят организаторы. И они будут моими ближайшими соседями. И даже если какой-то слушатель туда забежит, все равно большинство из них решит, что я все-таки организатор. Вот примерно так работает ANN. И он достаточно плох, в том плане, что у него нет настоящей тренировки, у него все предсказание достаточно тяжелое. То есть, в момент предсказания, вы реально ходите по всему множеству, опрашиваете соседей и так далее. А ANN – это такой интересный алгоритм, который позволяет реально потренироваться, найти множество, скажем так, важных соседей, которые действительно имеют какой-то вес, какой-то голос, что-то вроде минимального островного дерева в графах, но не оно, сгустить каким-то образом вокруг этих центров всех остальных, сказать, что они как депутаты представляют всех остальных, и вот, опять же, проводя аналогию, как коллегия выборщиков в Америке. То есть, как бы выборщики отражают глаз народа. И дальше я беру этих немножечко выборщиков и с собой переношу в пазу предсказания. Единственное, алгоритм приближенный, мы можем потерять некую информацию по дороге, но замеры, в принципе, на эталонах показывают, что вот этот вот ANN, approximate nearest neighborhood, он, в принципе, сопоставим по точности с KNN. А KNN – это очень хороший по точности алгоритм. Как для задачи классификации? Он плох с точки зрения вычислений, но это реально один из лучших алгоритмов. В том числе и KNN-регрессия. KNN-регрессия – это похожая задача, только я в задачи регрессии не пытаюсь решить какие-то уравнения, а просто усредняю свое значение. Например, мой возраст – это среднее значение от возрастов всех моих соседей. Очень удобно в каком-то, не знаю, доме, который населяет молодежь или, наоборот, пенсионеры, но они всегда работают, когда район формировался как-то смешанно. И, соответственно, ANN тоже позволяет очень сильно ускорить эту регрессию, которая тоже достаточно неплохо работает и апоксимирует всякие кусочные функции. Это random forward, decision 30 и прочие вещи. Регрессионные алгоритмы часто являются парными к алгоритмам классификации. Их есть у нас. Ну, вот вы видите в списке, я даже не буду их особо перечислять. Я понимаю, что сейчас, в 2018 году, совершилась революция глубокого обучения нейронных сетей. Но я думаю, те, кто из вас занимается машинным обучением, сталкивались с фактом, что нейронные сети не всегда все хорошо решают. А в целом ясно, что будущее за моделями более сложными, то есть за ансамблями моделей, где какие-то признаки, какие-то интересные вещи подбирает нейронная сеть, какие-то вещи подбирает логистическая регрессия, где-то вы выделите самые важные пичи и так далее. То есть будущее за сложными ансамблями моделей. Это стоит держать в голове. Поэтому классический ML не стоит сбрасывать со счетов. Особенно, если вы хотите потренироваться действительно на большом объеме данных, которые лежат в кластере. Однако мы добавили в качестве упражнения, так сказать, для любителей нейронных сетей, Multilayer Peseptron Neural Network. Абсолютно классический, с композицией всяких линейных преобразований. Но для того, чтобы интегрироваться с настоящими, крутыми, стильными, модными архитектурами нейронных сетей, было добавлено еще одна секретная печа, которая чуть позже. Кроме того, я настойчиво рекомендую использовать наш набор препроцессоров. То есть бог с ним, вы считаете, что вам не нужен SVM, у вас там уже где-то стоит бэкэнд на Keras. Но, возможно, вам хочется немножечко сократить количество данных, которые вы в этот самый Keras будете запихивать. Недавно меня позвали, я в Питере ходил на тренинг по тому, как используют Keras. Там был такой маленький сэмпл данных, мы так долго на нем считали. Я такой, о боже, если бы они использовали препроцессоры, мы бы жили в другой вселенной. Так вот, начнем с простых вещей. Конечно же, поддерживаются такие вещи, как нормализация данных, скейлинг данных. В целом, если вы никогда с этими вещами не сталкивались, это вот простейшие вещи, которые наводят порядок ваших данных, пытаются ловить какие-то моменты, связанные с поиском нормального распределения. Конкретно здесь, на картинке, после скейлинга, мы начали использовать корректно, например, Learning Rage, чтобы прыгать-прыгать в тюнинге нашего алгоритма. В том числе, такая и полезная фича, OneHottenCoding. Она используется, когда у вас есть какая-то категориальная фича, например, месяц, январь, февраль, март, апрель. Это нужно перевести в чиселки. Вам нужно вместо вот этого столбца, янама, грубо говоря, создать 12-местный вектор и в соответствующих местах поставить единички. Вот это нужно сделать массово, предположим, даже сразу на нескольких категориальных колонках. Эта задача может решаться по-разному и творчески. То есть вы, например, можете по-разному для себя решать, а как вообще нумеровать все эти вещи, в каком порядке нужно выстраивать эти вектора. Есть несколько разных техник, вот часть из них поддерживается в Ignite, самые популярные. Но это мелочи, на самом деле, по сравнению с пайплайном машинного обучения, когда ты строишь все с самого начала, с источника данных до самого окончания. То есть когда ты можешь оценить модель, насколько она хороша, потюнить какие-то параметры, перебрать какое-то множество сочетаний гиперпараметров, алгоритмов и выбрать оптимальное. Для этого также есть ряд техник. В частности, простейшее разбиение на тестовое тренировочное множество. Для этого у нас есть соответствующий тест-трейн-фильтр. Его легко использовать, возможно, покажу потом в демо, если времени хватит. Также есть классический алгоритм кросс-валидации. То есть когда вы ваше множество бьете, например, на кафалдов и тренируетесь на к-минус одном из них. Потом как бы один блинчик, который до этого был тестовым множеством, засовываете обратно, назначаете другого для валидации ваших данных. И так, например, 10 раз. Дальше данные можно, например, усреднить. То есть полученные оценки модели можно осреднить. Можно выбрать лучшую. Да, в общем, вы можете сделать все, что угодно, потому что наша API возвращает просто массив отдельных оценок. То есть вы, в принципе, можете построить на них все, что угодно и выбрать наилучшую модель. Кроме того, если копать дальше, то есть не предоставлять какие-то простые вещи, типа просто базовые алгоритмы, а, опять же, думать о целом байплайне, вы не будете просто деплоить в продакшене какую-то одну логистическую регрессию, как я уже сказал, скорее всего, это будет сложный ансамбль моделей. Простейший ансамбль, я думаю, многим знаком. Это Random Forest. Это когда вы генерируете вместо одного решающего дерева сразу много. Например, 100 или 200 на небольшом подножестве данных. А теперь представим, что вместо вот этих вот 100 деревьев у вас, например, 100 каких-то других моделей. Или, например, 20 моделей логистической регрессии, 30 моделей SVM и 50 еще линейной регрессии. То есть вы хотите каким-то образом собрать ансамбль. И дальше, например, ну просто усреднить к ним результат. Или выбрать результат, за который, например, когда 50 моделей голосуют за класс метки, выбрать самое популярное, так называемое мажорите. И, соответственно, всем этим целям служат всякие ансамбли. Заметьте, что мы не остановились просто на ансамбль моделей. То есть есть стандартные техники, которые помогают в целом с этими всеми ансамблями кувыркаться. Это бэггинг, который позволяет нам снизить вариант, соответственно. Это бустинг, который с предвзятостью помогает бороться. И вот бэггинг уже есть сейчас. Вот бустинг висит pull request, а стекинг, в принципе, на roadmap. То есть все эти стандартные распространенные техники для работы с ансамблями моделей, они все появятся в ближайшем времени. Все будут прямо в Ignite ML. В этом плане, ну, я бы сказал, что мы даже более зрелы, чем Spark и Malvip, которым уже 100 лет в обед. Кроме того, две супер-классных фичи, которые вот буквально появились, еще летом их не было. Я летом приезжал на Juke сюда, который делал Андрюшек Огонь, и рассказывал, значит, тоже показывал какое-то демо. И вот было еще неизвестно, что они появятся. Они появились буквально за два месяца. Первая из них – это первый шаг к онлайн-лернингу. Каждый алгоритм был пропатчен возможностью обновить старую модель с некой новой моделью. То есть дотренировать на новой порции данных. Если честно, это больше похоже, на мой взгляд, на мини-батч-лернинг. То есть эта вещь пока не предначертана для того, чтобы в нее посылать по одному образцу. То есть нельзя сказать, что это прям чистый стриминг. Я думаю, можно эту доработку провести будет в будущем, но на данный момент, когда вы, например, тренировались на гигабайте, и хотите дотренировать вашу модель, например, на 10 мегабайтах каких-то данных, это вот, это уже оно. Оно уже есть, и оно в каждом алгоритме. Нет такого, что это только в линейной регрессии или еще где-то там. Кроме того, буквально месяц назад я сам видел, я просто не видел этого результата, на InMemory Data Summit, который происходил где-то там в Американщине, была показана интеграция, живая борда, живой сервачок, TensorFlow с Ignite. Я видел это только с точки зрения разработчика, то есть я не видел этого стенда, мне просто люди рассказали, что это работает. Я сам принимал участие только в качестве ревьюера, к сожалению, в качестве разработчика. Но что было сделано? В TensorFlow попал, спустя долгий период мытарства, пул-реквест от одного из разработчиков Ignite ML. По поводу чего? В Contrib Package, если вы там интересовались архитектурой TensorFlow, это место, куда можно складывать всякие подделки, которые позволяют интегрировать в TensorFlow. Был подложен класс, принят этот пул-реквест, о том, чтобы брать алгоритмы TensorFlow и делать это на Ignite, на Ignite'овском датасете, то есть на некой вьюхе прямо в Ignite. То есть как минимум прямая интеграция. Далее. Интеграция с TensorFlow сейчас, я так понимаю, происходит. Ну, то есть кто-то ее пилит. И также ведется работа по уже мержу пол-реквеста, то есть он уже висит, вот там ревьюер из TensorFlow, на тему настоящей распределенной тренировки. То есть одновременно где-то Uber выпускает хоровод. Это бэкэнд для распределенной тренировки TensorFlow. И одновременно появляется возможность вот с этой стороны тренироваться TensorFlow не в каком-то там непонятном хороводе, написанном, возможно, в нашем соотечественном студии по названию, а тренироваться вполне себе в Ignite-кластере через какую-нибудь дырочку под названием Ignite-датасет. То есть вычисления будут по-настоящему выполняться на стороне Ignite. Очень куча сложного C++-ного кода. Вот сейчас, я надеюсь, уже скоро замерзется. То есть к релизу 2.8 уже стопроцентно можно будет пользоваться полноценной интеграцией с TensorFlow. То есть это сейчас одна из самых активных вещей. Там трое человек ее активно пилят, судя по DevList. За этим, правда, нужно следить уже в полуэквестах TensorFlow. Соответственно, вот пример кода. Если вы импортируете какой-нибудь TensorFlow-контреп-Ignite, вы можете уже достать Ignite-датасет. То есть вот это точно можно пользоваться уже сейчас. Не знаю, насколько хорошо вам видно, но потом получите презентацию или зайдете куда-нибудь, в какую-нибудь анаконду скачаете и поднимете Ignite-кластер и будете пользоваться этим всем. Я хочу рассказать кое-что о проблемах, о вызовах, которые стояли, например, передо мной, когда все это разрабатывалось. Я уже коротко упомянул про распределенную алгебру, но не надо думать, что это очень весело. Типа ты берешь какой-нибудь алгоритм из scikit-learn и переписываешь на Java. Это не так. Это так не работает. В лучшем случае ты можешь взять какой-то датасет, запустить его на scikit-learn, получить какое-то accuracy, а потом написать на Ignite и просто проверить, что ты тоже самое accuracy получил. То есть у меня личный первый чек, первый вызов, это надо было попрочнее освоить Python, освоить scikit-learn, для того, чтобы проверять просто, что то, что я написал, оно хотя бы тренируется с нехудшей точностью, а то иногда и даже с лучшей. Далее. Первый вызов – это, собственно, интерпретированный такой общий закон Амдала. Я думаю, многим знаком закон Амдала с точки зрения параллельного программирования. Вы помните эту историю по поводу того, что какая часть кода может максимально распараллелиться, не больше такого спидапа. Вы можете получить, типа, «Блин, как мало времени это у нас сегодня, что ж такое?» Ну, значит, будет только доклад без демки. Смотрите, какая история. Когда вы пишете код в распределенном режиме, у вас похожая история. То есть вы должны понять, какую часть кода вы можете действительно разбросать по нодам для вычислений. При этом нужно в голове держать еще и некую суперновую трудоемкость. То есть в классических алгоритмах есть какая-нибудь big-all complexity, да, условно говоря, big annotation. А здесь некая distributed big annotation. То есть ты должен еще дописывать какие-то от чего-то по поводу сети. Это вообще очень сложно. Вообще очень сложно вычислять трудоемкость для алгоритмов машинного обучения, а уж для распределенных алгоритмов машинного обучения вообще непонятно, как это считать на самом деле. И иногда лучшее, что ты можешь сделать, это просто какой-то бенчмарк, который ты там сам написал, а с чем-то сравниваешься. Еще один важный момент – это о том, как вообще правильно бить твои структуры данных. То есть вот здесь нарисован пример перемножения двух матриц, с чего все начиналось. То есть вы бьете на полоски, вы бьете на какие-то столбики и отдельно считаете отдельные секции общей разреженной распределенной матрицы, а потом эта матрица даже никуда не мерзется. То есть она не сливается на одну ноду, и вот так и существует разделенная по всем нодам. Это тоже одна из серьезных проблем. Также достаточно серьезная проблема по поводу того, какая часть алгоритма, как я уже сказал, будет проброшена куда-то. Вот есть у вас какой-то итеративный алгоритм. Вопрос в том, а стоит ли каждую глобальную итерацию собирать все данные с нод и перекидывать куда-нибудь на некий условный мастер или некий общий контекст? Да нет, не стоит. На самом деле некоторые алгоритмы, например, тоже стоксический вероятный спуск, можно разбить как бы на две фазы итерации. Некие глобальные итерации, типа раз в столетие, и некие локальные итерации, которые крутятся все время. И очень важно найти баланс между этими глобальными и локальными итерациями. Однако, то, что насчиталось в локальных итерациях, иногда может достаточно сильно разойтись. В этом особенность распределенного алгоритма. То есть для того, чтобы те отдельные градиентики, которые вы посчитали, смержить в один настоящий, например, градиент, и сделать это корректно с математической точки зрения, надо почаще скинкаться. А мы, наоборот, хотим пореже. Вот где тот баланс? Ну, мы недолго мучились, мы просто этот параметр отдаем на откуп пользователя, в том числе и критерии того, вообще сойдется алгоритм или нет. То есть, в принципе, некоторые алгоритмы, распределенные наши, могут не сойтись вполне себе, как это бывает в жизни. Хотя, например, в последовательном варианте они бы сошлись, очевидно. Здесь я говорю как раз о некотором общем процессе на слайде, когда ты что-то, вот у тебя есть какой-то датасет в Ignite Кластере, ты покрутил это, например, сколько-то раз локально на ноде, потом средуцировал результаты и только потом провернул вот это колесо стансары под названием глобальная операция. А потом проверил, сошелся алгоритм или нет. Не надо чекать это, например, каждый раз на ноде. Кроме того, вот такая интересная табличка, которую я подобрал, может быть, не все из вас ее видели. Отдельно нужно оценивать трудоемкость алгоритма. Это фаза тренировки, то есть, когда вы тренируетесь на данных, и фаза предсказания. И иногда бывает так, как на том же КНН, когда тренировка не стоит ничего. У нас фейковый тренер КНН, который просто имплементирует интерфейс, что как бы все хорошо, что это просто соответствовало некому общему интерфейсу. Там ничего не происходит. Он просто передает данные дальше. А в преддикшн фазе реально пробегаются все данные. Вот такой алгоритм. А вот вы видите, что, например, вот эта заимпрувленная версия КНН, она другая. Она основывается внутри на поиске кластеров при помощи комминс, нашего же комминс. Дальше у него реально есть тренировочная сложность. А вот предсказательная, она очень небольшая, потому что P – это просто количество фич. Оно в случае небольшого количества фич, как сказать, невелико. Редко люди тренируются на миллионе фич. Обычно все-таки у тебя миллион строк и, например, 200 фич. Здесь вы видите также трудоемкость еще некоторых алгоритмов. Это просто некая памятка. Если вы вдруг с этим не сталкивались, можете сами посчитать. В целом это трудоемкости классических алгоритмов. У нас добавляются более… Вот сейчас пытаемся еще с одним товарищем, который этим увлекается, доказать что-то про трудоемкость распределенных алгоритмов. Может получиться статья, но я сомневаюсь. Просто очень сложная тема, и на это нет совершенно времени. Если кому-то интересно вот этот аспект научный, обращайтесь, давайте делать что-то вместе. А самый главный вызов для меня, как для Java-программиста, это как с людьми, которыми никто друг другу не начальник, это ведь open source, делать нормальный Java API. Давайте начнем с примитивных вещей. Я вижу, да, что осталось 5 минут. Демку я все скажу, где посмотреть. То есть демка записана, можно потом посмотреть самому. Я расскажу про проблемы. Это очень интересно. Во-первых, а использовать ли дженерики? Это просто вообще страшная вещь, потому что на данный момент API писалась фанатами дженериков. Я, например, не люблю дженерики, но мне приходится мириться с тем, что другие люди их любят. Я их просто терпеть не могу. Это вот такая вот мелочь, из-за нее люди выпиливаются из комьюнити на самом деле. Или, например, использовать ли стрим в качестве return type. Ну, казалось бы. Ну, вроде бы. Есть люди, которые не рекомендуют. Это авторитетные лица. А есть люди, которые хотят это делать, присылают другие статьи. И вы вместо того, чтобы пилить классный email-алгоритм, вы, ну, стретесь на 30 сообщений в дефлисте, используете стримы или нет. Это тоже реальность нашей страны, как говорится. На самом деле, глобального комьюнити. Далее. Кроме того, что мы пишем какой-то модуль, есть же еще 33 модуля Ignite, где еще 180 разработчиков как-то коммитят. То есть, есть какие-то общие код-стайлы, которые мы еще можем как-то прочекать. То есть, чтобы переменные назывались одинаково. Ну, там стоп-о-стопа были такие же. Но надо же, чтобы код выглядел более-менее однородно, чтобы люди, прыгая от некого идеала API, там, Ignite Core, примерно так же использовали наш API, а не происходило какого-то разрыва шаблона. То есть, приходится лазить в остальные 33 модуля и смотреть. А как там люди написали? Люди писали в 2012 году какую-то часть. Там не было никаких стримов, там не было ничего прекрасного, что есть сейчас в Java. Это все дальше наслаивается. Самая адская боль, это как именовать? То есть, люди с разным абсолютно продакшен-опытом. Они у себя в продакшене как-то именуют переменные. И вот из-за этой вещи там, camel case, подчеркивание, Java convention, что-то еще. А как правильно глагол с какой стороны поставить? То есть, научная терминология, она вообще очень плохо вписывается в camel case с Java. То есть, это вообще в целом большой вопрос. Это должно быть понятно с научной точки зрения или красиво читаться с точки зрения Java? Еще 10 минут. Дополнительное время, ребята. Все хорошо. Дальше. Вот то, с чем я согласен, и то, что я приветствую. На самом деле, алгоритмы наши достаточно сложно использовать тем, кто вообще решил избежать своей жизни. Лямб, тест, тримов. У нас очень много кода. Я просто, я думаю, успею в конце просто кодик один небольшой показать, что-то рассказать. Очень много кода на лямбах. И это дает определенные преимущества. То есть, на самом деле, цепочка препроцессинга выглядит как чейн кучи вложенных apply, 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 apply кучи лямб, которые выполняются последовательно друг за другом. И местами это очень круто. То есть, ты преобразование задаешь на языке Java-лямб. Это достаточно удобно. Но из-за этого неподготовленному человеку вот добавляется ко всей еще сложности ML, ну, скажем так, нетривиальность изобретения местами интерфейсов, которые эти самые лямбды и метод референс прокушивают. То есть, одно дело, когда ты просто лямбду пишешь и там как-то вот в стандартном API, а мы должны придумать API, в котором будет удобно использовать лямбды. Это тоже нетривиальная задача. В общем, кто любит лямбды, приходите. И самый главный бэтл на самом деле. Я пишу код с чуваками, которые без ума от сеттеров. Сеттеры, геттеры, конструкторы, вот это все. Спринга нет. Вы знаете, как бы, ну, спринг не используется для DI. Я не фанат спринга. Но для того, чтобы, как оказалось, у нас корректно работал супер-металгоритм, который инжектирует кучу всяких гиперпараметров и выбирает оптимальные из них подмножество, нужно, во-первых, некий нейминг-конвеншн, чтобы использовать рефлексивию. Во-вторых, ну, желательно что-то решить с сеттерами и геттерами. Нельзя писать в коврецкую подрыва. Нужна некая единая форма, ну, чтобы можно было догадываться, какое имя метода, взять имя параметра, да, и какую-то приставку. Мы договорились до того, что мы используем VIP плюс имя параметра. А могло быть как-то по-другому. До этого было еще как-то еще. И вот надо причесывать весь кож, чтобы все тренера, все модели, они этому опять соответствовали. То есть работы, обычной работы, очень много на самом деле. Ну, и самое главное, то, что пришлось сделать, то есть это, собственно, использовать стандартный чейн-метод нейминг, когда ты накидываешь какие-то вещи, накидываешь какие-то вещи, а из метода тебе возвращается зис, 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 зис. Это тоже оказалось достаточно полезной вещью именно для мета-алгоритмов типа тюнинга гиперпараметров. Буквально пару слов о том, что это вообще такое, как туда поконтрибьюзить. На самом деле, Ignite комьюнити очень большой. То есть на самом деле, если вы не увлекаетесь с ML, там есть всякая кара, SQL, скриминги и прочие-прочие вещи. Я просто могу вам только подсказать, кому на деплисте обратиться, чтобы туда что-то поконтрибьютировать. Я не знаю как-то. Я не контрибьютировал в другие части никогда. Но вот в ML-модуль контрибьютировал уже 8 человек. Сейчас 5 из них продолжает активно писать код. Здесь вы видите ссылочки. Есть группа ВК, где есть Ignite метапы. Там есть видео архитекторов, компаний Гребгейн, и просто людей, которые там из Бердеха, еще кто-то используют Ignite в продакшене, и они рассказывают, как у них все классно. Я чувствую, что надо записать видео ВТБ и ПАМа, как у них тоже было все классно. Есть Ignite документация, и, конечно же, есть ML документация. Но вообще документаж, как вы понимаете, я, конечно, написал доки. Я писал доки по алгоритмам, которые я сделал. Но когда они еще выйдут, надо лазить в экземплы. Экземплы, скажу честно, самые лучшие экземплы ever. На каждый алгоритм, на каждую вещь есть экземпл. На каждый тих. Мы договорились просто, что у нас каждый коммит будет сопровождаться экземплом. То есть ты запилил какой-то сложный функционал, и у тебя должен быть на это экземпл. Не только тесты. Тесты, они для всякой мелочной фигни, потому что это юные тесты. А экземпл – это как большой интеграционный тест, что вся эта штуковина вообще работает, что она что-то предсказывает, и не хуже, чем scikit-turn непосредственно. Хотел немножко пару слов сказать о roadmap. Если кому-то будет интересно, можно присоединяться и что-то помогать пилить. Я думаю, что вскоре, в течение полугода, появится обработка естественных языков. И я очень надеюсь на русский язык, что будет достаточно серьезным вызовом. То есть процессить русский язык надо, полезно. Наши беграммы совсем другие, чем американские беграммы и так далее. Патриотические беграммы, в общем, будем пилить. Дальше. Как можно больше интеграции с SensorFlow, потому что нет планов повторить всякие рекуррентные LTSM, LSTM-сети и прочие вещи на Ignite. Это очень сложно. Это новые алгоритмы кластеризации. Причем те, у которых хорошая трудоемкость, которые нормально распределяются. Потому что есть очень много алгоритмов, типа DB-скана, которые невозможно питать хорошо, дистрибьюти. Это алгоритмы для сокращения размерности. Сейчас у нас их нет. PC после первого приближения оказался очень плохо. Вот это верчение матриц в PC оказалось очень сложным. И, конечно, есть отдельные таски, которые будут помечены там, FonUbis и так далее. Это для людей, которые первый раз что-то будут коммитить в Ignite ML. Вот есть уже пример. После Jago ко мне пришел один товарищ. Мы сделали несколько простых тасок. Я создал их в Jiri. Но, собственно, он уже сделал два первых пол-реквеста. В Ignite, в ML. Один был припроцессинг, а второй, кстати, уже он сделал одну из версий наивного байса. Вполне себе сложная задача была, которая была добавлена. Сейчас должен был быть момент демо. Еще буквально две минуты. Я покажу пример кода. И на Q&A сессию мы пойдем куда-нибудь в кулары. Или не пойдем. Я покажу кусок кода. Я даже не буду его запускать. Просто чтобы вы прикоснулись к мощи Ignite. Да, что делать, что делать. Такой интересный рассказ. Смотрите, господа, что у нас происходит. Весь этот туториал, там 10 примеров, он лежит в мастере, ну и, соответственно, будет в релизе 2.7, в examples.ml.tutorial. То есть там я беру Titanic датасет и дальше последовательно на нем учусь предсказывать погибших и непогибших пассажиров на основании фич, которые экстрактятся. Самый первый шаг выглядит следующим образом. Я беру Ignite, заполняю кэш, ну, в этой ситуации данные еще не лежат в кэше, парся в файлик. На второй точке я определяю фичер экстрактор и лейбл экстрактор. Это самые первые ступеньки при процессинге, в которых я говорю, вот эти вот колонки, это фичи, вот эта колонка, это лейбл, и это страшные лямбдочки. Конечно, было бы здорово иметь какую-то мета инфу, но мы пошли по самому отвязанному пути. То есть у вас может быть что угодно в Ignite кэше, и вы должны уметь делать с этим что угодно. Неважно, процессы тимиджи или что-нибудь еще. Дальше у вас есть две вещи, лейбл экстрактор и фичер экстрактор. И у нас будет всего один простой дальше шаг. Мы берем данные, мы берем фичер экстрактор, лейбл экстрактор и кладем их в Decision Tree Trainer. Тренируемся на этих данных. Я пока запущу, кстати, чтобы в фоне оно потренировалось. Все это связывается через метод PIT. Знаком, я думаю, многим, кто использует другие библиотеки машинного обучения. После этого я пытаюсь подсчитать какую-нибудь метрику. В данной ситуации бинарной классификации я считаю Accuracy, достаточно древнюю метрику, которая есть в Evaluator. В Evaluator я при помощи метода Evaluator связываю кэш, в котором лежат данные, модель, которая получилась в ходе тренировки, фичер экстрактор, лейбл экстрактор, это необходимо повторить еще раз, и передаю класс Accuracy. Accuracy – это имплементация какой-то метрики. У нас есть интерфейс метрик, и можно сделать любую свою. У нас там несколько базовых метрик уже тоже есть. И, собственно, все. Вся тренировочка. Давайте посмотрим на результат. Получилось следующее. У нас получилось некое решающее дерево. Вот оно здесь сверху в красивом виде. Можно взять эти ELSE и IP и прям вставить себе в Java код. Это будет, ну, точки с запятыми еще раз ставите и еще что-нибудь. Почиталось Accuracy и TestError. Мы с некой точностью, основанных на данных тренировочного множества, предсказываем, скажем так, выживет пассажир или нет, буквально на основании трех фич с неплохой точностью. А дальше в туториале раскрываются тайны, как добавлять фичи, как процессить строковые данные, как правильно валидировать это все, то есть кросс-валидация, прочее, прочее, связаться все в пайплайн. Но, к сожалению, у нас нет сегодня четырех часов, чтобы все это показать. Всем спасибо.